добрый день вот прошли сутки с небольшим после того когда мы запустили новую систему для дистрибьюторов сетевых компаний для сетевиков она проходит сейчас обкатку тестовый режим сейчас и люди тестируют пробуют проверяют изучают и правильно делают я хочу дать определенные пояснения очень важно понимать идею замысел вот давайте посмотрим опытным взглядом кто понимает что такое сетевой бизнес кто имеет опыт из чего складывается бизнес вот я 20 с лишним лет 25 лишним лет занимаясь сетевым бизнесом я сделал тысячи презентаций когда я начинаю презентацию то я говорю говорю такие слова сейчас я вам покажу наш бизнес возможность я расскажу вам о том какая у нас компания какие у нее успехи первая компания второе я расскажу какие продукты мы продвигаем на рынок какие они дают результаты насколько они замечательные и полезные второе я расскажу вам о том сколько можно денег заработать маркетинг план вам поясню и скажу вам что конкретно для этого надо делать то есть как поработать как вы думаете самое узкое место какое в этой четверки конечно как мы работаем вот если взять трубу 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 то вдруг вот здесь если я правильно понимаю как работает сетевой бизнес вот это движение бизнеса а вот это называется узкое место узкое место а здесь вот успех и все такое процветание а здесь люди самое узкое место конечно это приглашение конечно это приглашение людей в бизнес разъяснение а как ты будешь работать вот слушать человеку да компания классно да интересная компания идея хорошие и люди ой сколько нобелевских лауреатов там тра тата ой какие продукты то посмотри-ка там какая какая молодость наступает или какое здоровье реально или какие там уникальные технологии какие-то там салфетки или какие-нибудь там жидкости или какие-нибудь духи или еще что-нибудь что мы продвигаем всего индустрии и люди восторгаются продуктами а потом говорят о маркетинг план столько денег выплачивают ты посмотри бонус такой бонус такой бонус за это бонус зато проценты надежно все там в такой глубины там все а потом а как работать и начинается начинается но мы вам продадим франшизу и вы по франшизе будете выстраивать трата то никого сегодня этими словами умными не обманешь или мы говорим мы вы получите магазин и будете раскручивать свой магазин в интернете правда да правда но как раскручивать что конкретно для этого делать а для надо брать список знакомых и звонить людям и приглашать их на презентацию или договариваться встречи или писать посты в соцсетях или посылать ссылки на презентацию уже готовую и вот в этом самое узкое место люди так работать многие не хотят если бы все люди были с мозгами умные мотивированные работящие не лентяи если бы большинство людей были бы не бестолочи а разумные мудрые люди которые думают о своем будущем который понимает что надо работать на себя то они бы преодолевали эти трудности то они бы в цепи в зубы преодолевали вот эти отказы потому что они бы понимали что что стоит только преломить это побольше поработать быть более активным особенно на старте и и и и и тогда можно стать богатым успешным свободным человеком независимо не от пенсии нет всяких там выплат от государства и тогда бы вот этот тяжелый период особенно на старте большинство людей проходили но поскольку люди недалекие в основном недалекие не в том что они полные глупцы а в том что их никто никогда не учил этому плюс молва человеческая сарафанная радио так называемая который распространяет негативную информацию серёга ты слышишь опять сети уху вляпался да отдал тысячу баксов и ничего не продал и опять пошел на стройку ходит как побитая собака да ты что и знал стал меня как раз приглашает часть сетевую ни за что не пойду вот и все и поэтому люди не вникая не разбираясь не прикладывая усилия вот в этом тонком месте как работать как работать что конкретно делать они притыкаются и очень много людей не попадает в бизнес а те которые попали пытаясь пригласить других людей пригласить вот это приглашение это вот приглашение вот это приглашение самой узкими пытаясь пригласить людей натыкаются на тех у которых уже дайте защитная реакция негативная и получается замкнутый круг я не иду в бизнес потому что там мало платят денег из-за того что все время нужно делать вещи неприятные а поэтому никто них не делает и денег платят мало ты видел вот раз богатую мне сколько раз были ой не надо рассказать я первый раз вижу такого человека который говорит что он разбогател сетевом маркетинге где покажи мне покажи мне где в моем окружении хоть один человек они есть но для этого надо мозги иметь в голове мозги в голове иметь это это тайна это тайна знаете самые мудрые книги в библии в книге притч написано слава бога окутывать тайной дело а слава царей лидеров исследовать дело бог укрыл тайной многие многие дела например человеческий организм что вы там такое есть никаким врачам еще в голову не приходит но исследования идут уже знают как работает желудок как работает железа как работает а если взять ядерную энергию сколько до нее добирались тысячелетий а взять космос а взять дорогу тайный кругом тайны человеческий не только день а душа человеческой тайны потемки так вот сетевой бизнес это одна из форм человеческой деятельности которая позволяет людям донести до других людей то что они сами испытали на себе то что они сами используют получили результат помогает донести продукты которые в обычной торговли продаются трудно тяжело потому что они сделаны качественно и цена будет высокая для этого понимаете и это тайна как же это продать и бог подложил в эту в эту в эту в эту в эту значит в эту систему в этот вид деятельности в этот сетевой бизнес гениальную систему геометрическую прогрессив он сказал тот кто дойдет до этого тот разбогатеет тот будет свободным познайте истину истина сделает вас свободны здесь не не о той свободе идет о которой бог говорит но о человеческой свободе хотя жизнь с избытком это тоже свобода бог стал я дал дал вам жизнь и жизнь с избытком вот это тайна а как это избыток получить я десять лет долбился на одном месте чего только не перепробовал и везде всегда притыкался вот здесь вот здесь как приглашать людей почему они собаки не идут почему они не подписывают такие сики ругался и страшными словами не понимая как устроено дело так вот знаете есть такой закон если ты знаешь какова твоя целевая аудитория а мы знаем свою целевую аудиторию это сетевики дистрибьюторы сетевых компаний это огромная 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 масса людей это самые заинтересованные мотивированные умные энергичные это сливки общества я бы сказал они пытаются делать делать попытки в самом демократическом виде бизнеса без вложений без связи бббб вот этих вот 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 всех этих сопутствующих значит проблем с обычным бизнесом здесь разбогатеть и стать свободным это люди которые ищут люди неравнодушные люди готовые готовые действовать сетевики другие категории друг гораздо хуже другие целевую аудиторию ужасно гораздо хуже я их не знаю и не хочу знать я беру про аудиторию которую я знаю целевая аудитория сетевики это вот высший пилотаж во-первых много во вторых они мотивированы почему потому что у них есть боль какая боль а вот это боль какая вот это боль это вот сделать было так чтобы свободным потоком заходили люди почему я не заходит потому что трудно потому что не комфортно слышать когда тебе говорят ой слушай ты мне уже надоел а что делать надо приглашать человека и 1 и 2 и 3 и 5 и 10 хорошо когда вот меня научили бог меня научил он говорит ты должен действовать быстро максимально чтобы на старте у тебя было много сразу результата чтобы ты самый тяжелый этот период прошел быстро и чтобы у тебя уже были люди с людьми ты пойдешь это у тебя будет история аргументы ты смотри я за первую неделю заработал тысячу долларов и тогда тебе будет легче подписывать а если ты три года в трех компаниях нифига не заработал то как тебе подписывать люди скажут а ты чё заработал я же знаю что три года ты понимаешь там вот 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 ну расскажи расскажи вот у нас сейчас новая компания это прекрасная компания ладно согласен а продукта продукт вообще идеальный там то есть все новый совершенно уникальный ладно согласен дай попробуй попробовал прекрасный а денег сколько но от маркетинг план такой уникальный единственный тра-та-та-та-та-та как обычно сидеть игры но хорошо ладно а как работать ну понимаешь у нас сейчас новая метод и мы тебе дадим магазин ты его уже раскручиваем это что конкретно для этого надо и звони знакомым там найдет посты но на холодном рынке пойдешь с листовками на улицу тебе будут плевать в лицо или будешь спамить или будешь на доске бесплатных объявлений тыкать всякую глупость ну со знакомым в основном я это ты знаешь хороший бизнес но не моё извини где узкое место вот здесь где боль вот здесь какое обезболивающее придумать сетевикам если бы мы дали сетевикам обезболивающие то это целевая аудитория бы для устранения своей собственной более она бы она бы все купила она бы ухватил из бы залит от целевая аудитория потому что я целевая аудитории и ты целевой аудиторий и сколько можно кто-то же добился у кого-то повезло кто-то упорный кто-то внезет вовремя встал кто-то под кем-то кого-то подписала талантливого как-то обстоятельства сложились кто-то упорно работает несмотря ни на что ни на какие отказы кто-то ищет новые методы работы применяет их есть метод да лучше стало легче стало работать дистрибьютором конечно легче с одной стороны но с другой стороны информационный вот вал который обрушивается на людей он забивает все наши вот эти сигналы информационные человек сидит под ворохом сведений новых которые сыплются из интернета отовсюду и когда ты к нему приходишь когда это прочитал сразу не надо он даже трубку не берет уже все знают сложно и это будет это будет всегда это будет самое узкое место самое узкое место это там где люди должны принимать решение что-то предпринимать для этого надо к ним обратиться и вот это обращение к людям она и есть самая главная проблема не хотят идти дистрибьюторы напрямую вот кто-то в комментариях написал лидеры все равно будут идти к людям напрямую им некогда слюни размазывать они будут говорить да согласен и правильно сделают и мы такие с тобой понимаешь нам некогда размазывать это по столу если надо деньги делать идти с людьми разговаривать смело решить но надо уметь разговаривать но если ты пойдешь без подготовки и дребезжащим голосом будешь говорить ну кто купит из жалости только купит и выбросит пусть заработает хотя бы какую-то копеечку а как идти к людям которые выше тебя по статусу по деньгам по серьезным людям которые могут делать бизнес всерьез как идти с чем ну возьмешь список знакомых я уже тысячу раз рассказывал я одного подписывал 10 раз разные компании потом косметику ему продавал парню и он мне вдруг сказал я не реагировал на я просто звал их на встречу встречался я говорю я был твоим начальником ты меня знаешь мне нужно с тобой переговорить олег ты сейчас опять начнешь мне тут спаривать и руда начну но ты посмотри какая идея опять ему рассказываю рассказываю это слушать внимательно из уважения потом я хотел бы тебе помочь и согласился бы ну подумай сам я работаю в администрации города городской администрации начальником отдела по связи с правоохранительными органами ну я серьезный человек как бы я ничего против не имею но представь как я буду с косметикой ходить папа папа администрации как я буду выглядеть как я буду выглядеть говорит он мне и у меня бац и как-то как осенило действительно как он будет ходить и предлагать им уже все равно придется звонить скажет служим на переговорить у нас такая косметика всем подходит наверное не все наверное не всем а все хотят заработать все хотят заработать кто взятки не берет не ворует там на должностях а честно живет все хотят заработать но большинство ну дай тогда ему страни вот эту боль и даем комфортный метод работы чтобы их не ломала не корежила чтобы было не было стыдно чтобы чтобы это было престижно чтобы это было современно чтобы это было в тренде чтобы это не было вот это вот вот колхоз вот этот вот столетний минутка есть уже знает что сейчас будет говорить и дальше по скрипту мы сейчас тут вот набираем или мы сейчас открываем новый регион мы там понимаешь у нас и начинается вот это вот мутата ты скажи конкретно ты мне сейчас будешь предлагать сетевой проект нет понимаешь это тут и вот это вот это все фальшь вот это вот от слабости люди очень хорошо понимают и нужно решение нужно решение я взрослый и у меня как бы все хорошо и мне пуп рвать смысла особо не но у меня есть мечта у меня есть мечта помочь вот этим труженьком сетевой индустрии пусть не не разбогатеть и миг миллионер ну чтобы зарабатывать ну чтобы заработать но если женщина в возрасте 60 лет 8 или 10 лет бившаяся в судорогах в разных сетевых компаниях и ничего там не заработавших только тратившие деньги вдруг начнет зарабатывать в месяц 400 500 600 800 900 долларов тысячу разве это будет неплохо мужики которые выпали из жизни в связи с тем что закончили активный образ жизни а пенсии не хватает и не знают куда податься если бы им дать они сидят за компьютером всякую ерунду инвестиционные всякие программы пытаются там последние копейки спустите до ноля и в минус уйти чтобы им помочь и продукт хороший чтобы они использовали сколько но в наших странах я вот я про россию скажу про российскую федерацию сколько в нашей стране как и в других замечательных компаний с прекрасными продуктами которые дают отличные результаты и здоровье и молодости энергии самочувствие внешний вид все бады в основном да не только бады а сколько продуктов для дома для для автомобилей для для животных для да ну вы знаете почему бы этим людям не помочь как устранить их боль как выпрямить вот эту трубу и сделать ее проходимой проходимый этот запор убрать короче надо убрать запор вот я помню вот это узкое место которое было вот таким его надо расшить расшить и все нахально возможно это но ничего на месте не стоит все равно кто то что то придумает невозможно оставить все так как есть невозможно если есть люди если есть человек один хотя бы человек один у которого за это болит душа сердце и который роет и роет и роет и думает и думает и думает в этом направлении он найдет единомышленников и все вместе сообща эту проблему решат на данном этапе новая система которую мы предлагаем в качестве инструмента дополняющего 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 слушайте то что я сейчас скажу в качестве инструмента дополняющего существующий функционирующий действующий арсенал методов и приемов сетевика это дополнение к тому что надо звонить знакомым и напрямую делать презентацию когда надо но это дополнительный трафик заинтересованных людей поток людей в твою сетевую организацию самая главная задача самая главная цель новой системы спонсор счет был чтобы дистрибьюторы сетевых компаний зарабатывали в своей компании как можно больше денег чтобы в презентации работали 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 чтобы людей было там больше 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 чтобы работать было комфортнее комфортный комфортный Чтобы заинтересованных так действовать было Больше, больше, больше Вот чего мы добиваемся А то, что попутно там какая-то бонусная программа Которая дополнительно Даст копеечку Дистрибьютору И что меня сильно впечатляет Если ваши партнеры будут уходить И уходить будут С нашей системой Уже под вами То пусть они в другой компании Развиваются с помощью этого инструмента Вы будете зарабатывать деньги И от них в других компаниях Но это второстепенный заработок Самое главное это сетевик А есть такие люди, которые не знают Какая компания им нужна Выбрать не могут Так у нас и этот вопрос решается Огромное множество людей, которые придут В новую систему без компаний Выберут себе Свою сетевую компанию Потому что у нас есть каталог Каталог маркетинг планов Каталог продуктов Понимаете? И можно будет смотреть И я знаю, что появятся люди Которые будут покупать Благодаря этому каталогу Сам работает Сам работает там в МВ А увидят Ой, ты посмотри-ка Какой продукт Замечательный в российской компании Какой-то И будут покупать У вас Как клиенты Вот такая идея Как она реализуется Я во втором видео Еще поясню коротко Но самое главное пояснение Будет для Для всех людей Кто Зарегистрировался В спонсор Чат-боте А за этот день Зарегистрировался Порядка Ну не знаю Человек Под 500 Наверное уже Мы соберем В субботу Вебинар И каждую субботу Ориентировочно Сейчас я говорю Будет Вы в рассылке Это получите Значит Каждую субботу В 12 часов У нас будет Вебинар Который будет состоять Из двух частей Первая Такая Идеологическая часть А вторая Это техническая Нам нужно Освоить Это Как всякие инструменты Освоить Как презентации Настраить Как каналы вести Как через каналы Приводить людей И так далее Договорились? Вот примерно Такая у нас Сегодня Ситуация Я верю Что мы с вами На пороге Больших открытий Тайна Которой Окутан Сетевой маркетинг Это тайна Правда Правда И это тайна Знаете Вот первооткрыватели Идут Там Какие-то Крузенштерн Там Открыватели Америки Там Магеллан И прочее Прочее Значит Кто открывали Новые материки Или вообще Люди Которые Открытия делают Научные Геологи Которые Находят Новое месторождение Там Люди Которые в поисках Или писатели Или поэты Или художники Которые Прорываются Через Вот Не могу Через Не получается И Бог Открывает Небеса над ними И дает им идеи Потому что Тайна Слава Бога Окутывать Тайны И всякое дело А слава царей То есть Лидеров Руководителей Лидеров Людей Взявших На себя Ответственность Исследовать Дело Слава Царей Исследовать Дело Наша слава Исследовать Дело И вот Когда исследуешь Дело Разбираешься Как работает Этот бизнес Замечательный Для простых людей Сетевой Маркетинг А потом Открываешь Какой-то метод И говоришь Ребята Попробуйте И часть людей Начинает пользоваться Если никто Друг другу Не поможет То ничего не будет Наш бизнес Стоит на том Что мы Помогаем Другим Людям Мы заботимся О других Людях Заботиться О других Людях Ты получаешь Сполна Это справедливо Это чисто Это по божеству Всем я вас И поздравляю Итак Подведу итог У нас Огромная Целевая аудитория Миллионы Сетевиков Русскоговорящих По всему миру У всех У них У всех Без исключения Есть боль Это боль Методы работы И приглашения К существующим Сегодня методам Которые работают Но которые Для некоторых Неприемлемы В силу своей Некомфортности И Других причин Мы добавляем Новый метод Который называется Спонтерчатбот Новый инструмент Вот его мы с вами И будем прорабатывать И я вас уверяю В вашей компании Начнутся Движения Потому что Один Два Три человека Начнут использовать Это Все скажут Ой И они захотят Захотят узнать А как ты это делаешь А почему у тебя С этого месяца Вдруг стало подписываться По 10-15 человек А раньше Один Два С трудом Дистрибьютора А ты скажешь Я использую Новый метод А покажи И все Вы дали ссылку И человек Оказался Оказался С новым инструментом Ну под вами Спонтерчатботи И со всех поколений Со всех 10 Вы будете Которых он Привлечет Вы будете Получать деньги А если он Например Лидер У него там 2000 человек Дистрибьюторов Живых Он скажет Ребята я попробовал Все работает Купите все так И они Выстроили друг под другом Но этот парень Под вами Понимаете О чем идет речь Все и так Длинное видео Желаю вам Всего доброго У нас будет Все отлично Поверьте мне Все будет отлично Только действуйте Верьте И действуйте Субтитры сделал DimaTorzok